Поблагодарить вас и всех собравшихся за то, что вы откликнулись на зов прославить Пречистую, за то, что вы под своим святительским мамофором сегодня дали нам полноту апостольской радости во Христе. Сегодня Господь вашими молитвами призывает нас прославить Пречистую как Матерь Жизни и напомнить всем нам, что ничто не может нас разлучить от любви Божией. Когда мне дедушка мой рассказывал о гонениях, которые он пережил в годы своего священнического служения в 50-60-е годы, когда слушаешь старых священников, что они переживали, казалось, что это далеко, что это как-то вот, когда что-то мешает просто совершению богослужения, что это что-то не про нас, что это где-то в стороне. Но события, предшествующие этой Пасхе, которых вы нас тоже, Владыка, поддержали, показывают то, что искренне молишься, когда чувствуешь, что твоя молитва звучит как в последний раз или как что-то такое, чего могло не быть. Сегодня мы благодарим Бога за то, что в нашем святом храме, единственном в Киеве храме в честь Пресвятой Владычицы Богородицы, ее образа Иерусалимской иконы, совершена божественной Евхаристией архиерейским чином и ничто не помешало тому, чтобы прославить Пречистую. Ничто не может разлучить нас от любви Божией, и все мы, пребывая в спасительном корабле Церкви Христовой, шествуем ко спасению. И вот как замечал когда-то преподобный Паисий Святогорец, который говорит о том, что Матерь Божия, которая ему неоднократно являлась, выглядела именно так, как изображена на Иерусалимской иконе. Так вот, преподобный Паисий Святогорец говорил о том, что спасающийся человек подобен тому, кто летит в самолете. Вроде бы, кажется, на месте стоишь, а Господь тебя несет по воздуху, Господь приводит тебя к себе. И вот хотелось бы поблагодарить всех и вправду, где нет епископа, там нет Церкви, где нет Лаоса, там и епископ несостоятельный. Это мы можем увидеть по неканоническим группировкам, которые есть сегодня в нашей многострадальной Украине. И вот благодарим всех, кто сегодня прославил Матери Жизни, Пресвятую Владычицу Богородицу, в первую очередь вас, Владыка, вас, дорогие отцы, сошедшиеся в милости, дорогие братья и сестры. Пусть Матерь Божия, как заметил правильно Владыка Амафор, которой никто не в силах сорвать, всегда сохраняет вас и ваши семьи, и пусть ее причистый покров никогда не отлучает нас от евангельской любви Господней. Благодарим всех и сердечно благодарю вас, Владыка, за то, что словеса Спасителя вы вручаете нам и будем стараться соответствовать выявлению этим словам. Спасибо, Господи. Спасибо.